Итоги единого дня голосования 13 сентября в субъектах Приволжского федерального округа сегодня обсуждали за круглым столом. В Чебоксары приехали члены территориальных и муниципальных избирательных комиссий республики, а также гости из Татарстана, Башкортостана, Марии Элл, Кировской области. Какие тенденции характерны для выборного процесса и какие проблемы надо решить в преддверии новых выборов 2016 года в нашем репортаже. 13 сентября в России завершились более 10 тысяч избирательных кампаний. Избрано 92 тысячи депутатов. Что касается Приволжского федерального округа, то здесь в четырех регионах выбирали главсубъектов. По словам Александра Цветкова, председателя ЦИК Чувашии, единый день голосования в республике прошел спокойно и объективно. Но на выборах всегда есть конфликт, и проигравшие всегда ищут причины своего поражения. Либо административный ресурс, либо нарушение состранных конкурентов. Наша задача, самая главная, которую мы считаем достойно выполнили, обеспечить тайное голосование. Чтобы после того, как избиратель зашел в кабину для тайного голосования, никто не мог его проконтролировать, как он голосует. И он уже голосовал по своим убеждениям, по своей совести. И затем уже избирательные комиссии должны посчитать объективно все те галочки, все те отметки, которые есть в избирательных бюллетенях. Во время прошедших выборов была налажена эффективная работа с правоохранительными органами. Удалось предотвратить вбросы бюллетеней и факты нарушений общественного порядка. Хотя сами участники выборного процесса вели себя не всегда адекватно, заметил руководитель ЦИК Мариэл. Бывало, что на членов избирательных комиссий оказывалось серьезное психологическое давление. Ну вот мы столкнулись впервые, я занимаюсь выборами 10 лет, с такой вот агрессивной, как бы, агрессивным поведением. К сожалению, Уголовный кодекс не оценивает хамство и вот эта наглость. Еще кампания только началась, только открылись участковые избирательные комиссии. Все члены комиссии, председатель участковой комиссии получили предупреждающие письма о том, что, значит, мы вас персонально предупреждаем о том, что, значит, у нас есть сведения, мы предполагаем, что вы будете заниматься фальсификациями. Большую роль в организации и проведении выборов сыграли и средства массовой информации, по мнению председателя ЦИК Чуваши Александра Цветкова. Журналисты готовили объективные материалы, что помогло увеличить явку избирателей. Профессиональная работа журналистов привлекла на избирательные участки и жителей Татарстана. Мы арендовали пирамиду и в течение практически дня, это в режиме нон-стоп, мы проводили именно вот эту работу. И практически каждые полчаса, вниманию СМИ, представлялись и актуальные электоральные статистики, и комментарии представителей экспертного сообщества, и участок в избирательном процессе. Ну это же так же, как помните, вот когда федеральные выборы практически из верхнего цикла у нас проводят же, вот таким же макаром мы проводили, знаете, вот после обеда, после обеда, это в какой-то мере повлияло на явку. В работе круглого стола принял участие и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Он обратился со словами благодарности ко всем, кто принимал участие в едином дне голосования. Это была одна из самых масштабных и сложных избирательных кампаний последних лет, это Александр Иванович подтвердил. И одновременно состоялись, потому что выборы глав регионов, и главы регионов, и органов местного самоправления, не только у нас, и соседних регионов Привовского федерального округа. Выборы в республике прошли прозрачно и открыто, на конкурентной основе. Об этом я сам, как бывший кандидат, подчеркивал. Урожаю по этому слова благодарности всем, кто помог провести выборы на высоком организационном уровне, сотрудникам избирательных комиссий, прежде всего председателям, руководителям, и территориальных комиссий, и участковых избирательных комиссий, независимым наблюдателям и, конечно же, нашим жителям Чубаши. Выборы 2015 завершились. Подсчитаны все цифры, проанализированы все результаты, сделаны выводы. Но расслабляться не стоит, подчеркнули участники круглого стола. Через год избирателям предстоит назвать именно тех, кто будет представлять их интересы в региональных парламентах и в Государственной Думе Российской Федерации. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.